Добрый день, дорогие мои девчоночки! Добрый день, все позитивные зрители, гости канала! Сегодня хочу поговорить с вами вот о нашем этом джемперочке с V-образным вырезом. Вырез у меня, девочки, уже готов и хочу поделиться с вами всеми хитростями, какие я использовала при таком оформлении. Как видите, все получилось четко, красиво, очень-очень мне нравится результат такой обработки. Вот он наш ажурный погончик, второй ажурный погончик и вот такая красивая горловина. Горловина сделана кетлевочкой в карман, дальше идет резиночка со скрещенной петелькой и обработка горловины, закрытие горловины иглой. Итак, девчонки, я приступаю к нашему мастер-классу и расскажу вам, как и что нужно делать для такой красоты. Девочки, я сняла с манекена мой джемперочек и хочу немножечко поговорить о нем. Те, кто вяжет со мной, значит, уже тоже должны были связать тело джемпера. Хотите, однотонным вяжите, беленьким, либо другого цвета, какой вы выбрали, а хотите, делайте, как я. Значит, пять рядочков я вязала темной вот такой болотной пряжей и шесть рядочков вязала беленькой. И у меня получилась вот такая интересная полосатая, полосатое тело. И затем перешла уже на зеленый цвет. Зеленым цветом сделала резиночку. Резиночку я сделала, девчонки, три на один, чтобы она была не резиночкой, а более-менее похожа на лицевую гладь. И затем, значит, закрыла все это, провязала два рядополой резиночки один на один и закрыла все это иголочкой. Для того, чтобы затем все это не закручивалось у нас, все это постирается, расправится. И вот такой джемперочек у меня, в принципе, получается. И когда я довязала вот это свое тело, я взялась, девчонки, за мою горловину. Горловину, вы помните, я делала очень глубокой, для того, чтобы красиво можно было сделать ее оформление. И затем уже, в принципе, закрыть все это тоже иголочкой. Итак, я быстренько рассказываю вам весь принцип, а затем, кто захочет научиться этому методу, то мы с вами остаемся на мастер-класс по вот такому набору в карман. Я покажу вам два варианта, как набирается по закрытым петелькам и как набирается вот здесь по закрытым, в принципе, столбичкам. Немножко по-разному набирается на горловину. И затем покажу и расскажу вам, каким методом я вот здесь, девчонки, вывязывала мою центральную петлю, чтобы у меня получилась горловинка высокая и вот такая красивая, реально узкая, реально узенькая горловина. Значит, вот таким V-образным вырезом. Итак, вот такой наборчик, девочки, называется набор в карман. Есть, в принципе, два вида такого набора, когда вы набираете петельки по тамбурному шву, либо вы набираете петельки открытым способом, то есть не прокладывая тамбурный шов. Конечно, можно знать и те, и те варианты, но я, девочки, вам показала наиболее простой, потому что еще многим шить, вернее, делать крючочком этот шов, скажут, ой, это так накладно, это так сложно, я такую горловину делать не буду. Хотя, посмотрите, как красиво, шикарно, по-фабричному все у нас получается, девчонки. Значит, набираем мы на две спицы петельки одновременно и на лицевую сторону, и вот здесь на изнаночную сторону, чтобы здесь у нас с вами, посмотрите, четко, красиво был вот этот наш бортик. Я не люблю, когда с задней стороны торчат вот эти вот кончики наших наборных петелек. Я не люблю. Лучше посидеть, значит, целый вечер, как бы сказать, потрудиться-потрудиться, но иметь фабричный, красивый результат вашего вязания. Итак, дальше идет резиночка со скрещенной лицевой петелькой. Естественно, вы можете сделать и резиночку один на один, и дальше все то же самое закрытие иглой. Закрытие иглой, и вот такая красота у нас получается. Чтобы у нас получился вот такой высокий, высокий вот этот вырез, естественно, девочки, я говорила, что я делала, значит, вырез аж до вот этого, до этого места, где я шла на разделение рукавов и тела. Очень глубокий вырез, но затем при обтяжке, при кетлевке все садится очень красиво. Я потом уже в готовом изделии покажу вам все, как на мне сидит, как на мне этот джемперочек. Но, смотрясь в зеркало, я очень-очень, еще раз повторюсь, довольна этим результатом. Итак, девочки, давайте мы с вами, не задерживаясь, начнем рассказ о такой кетлевочке, о такой обработке горловины, и кто хочет реально научиться хорошим методам и вязания, и оформления, остаемся вместе со мной. А те, кто уже это знает, в принципе, ну что, вы можете просто послушать, повязать и послушать, и сравнить, так ли вы вяжете, как это делаю я. У меня остались уже только рукавчики, девчоночки, вот с этими листиками. Смотрите, какая прелесть эти листики. Довяжу их до конца и сделаю по рукавчику то же самое, вот такой зеленый красивый манжетик, и, в принципе, либо же белый манжетик. Я еще не решила, девчонки, как буду подходить к концу рукавчика, буду вам показывать. И тогда посмотрим, что будет получаться. Ну, а так переходим к нашей горловине. Итак, дорогие мои, что касается горловины. Я нарисую вам быстренько сейчас небольшие такие зарисовочки и буду пояснять. У нас горловина может быть либо вот такого выреза, допустим, здесь спиночка и передняя часть. У нас горловина может быть такого выреза, и у нас горловина может быть, если мы берем здесь, выреза вот такого V-образного. Для горловины, смотрите, если у нас идет круглая горловина, какое-то количество петель мы оставляем ровненько, и затем у нас идут сокращения. Здесь тоже самое, идут несколько сокращений, и какой-то кусочек у нас идет ровно. В V-образной горловине по переду у нас идут постоянные либо убавления, либо прибавочки. По спине тоже самое. Есть какой-то скос и есть ровный участок спины. Так вот, набор петель в карман на таких участках немножечко отличается. То есть, если мы добираем вот здесь по горловинке, по горловинке снизу, либо по горловинке вот здесь на задней части, мы добираем через вот эти петельки. Если же мы добираем V-образную горловину, то, естественно, мы будем добирать вот по такому скосу вертикальному. То есть, по вертикальному скосу есть разница и по горизонтальному. Я покажу вам два варианта вот на этих двух образцах, чтобы мы с вами, так сказать, долго-долго не углублялись в горловинку. Я покажу вам вот эти два варианта, как делается по горизонтали и как делается вот в такой V-образный карман. Итак, для того, чтобы начать вот такую кетлевочку, естественно, нам нужно подобрать спицы где-то на полразмерчика, пока меньше основного полотна. Если вы вязали, допустим, 3,5, то набираем кетлевочку эту на спицы номер 3. Провязываем какое-то определенное количество, а потом можно, в принципе, перейти и на 2,75. То есть, спицы уменьшаем постепенно. Я беру спицы потоньше и показываю, как я это делаю. Итак, девочки, набор петелек в карман. Что он, каким образом он у нас набирается? Набирается на спицу так, чтобы на одной спице петельки были у нас по передней части вязания, и на другой спице, чтобы у нас оказались петельки по задней части вязания. И вот этот наш рулечек, который окажется между ними в дальнейшем, и будет набран в так называемый карманчик. Для того, чтобы набрать в карман, естественно, нужно набирать петельки и на эту спицу, и на эту. Я показываю вам, как это, в принципе, делается. Мы набираем петельку не вот здесь, как обычно многие набирают за крайнюю косичку, а на один рядочек ниже, то есть спускаемся на один ряд ниже, вот сюда, чтобы прихватить и ряд, и нашу косичку. И я контрастной нитью начинаю набирать для вас петельки. Вот нахожу здесь один изнаночный ряд ниже, и поднимаю одну петельку. Вот она у меня поднята. Кому, девочки, неудобно спицей, возьмите крючочек, то же самое, поменьше размерчиком, и делайте это крючочком. Затем вторую, вторую мою спицу я прикладываю. Я прикладываю так, чтобы потом легко можно было обмотать эту ниточку и образовать петельку. У меня есть одна петля. Дальше я иду, я ищу опять же петельку изнаночного ряда, и беру уже не отсюда, снизу, а прихватываю, прихватываю мою вторую спицу и достаю петельку. У меня образовалось, смотрите, две петельки по лицевой стороне, и одна петелька уже образовалась по изнаночной. Дальше иду, лицевую петельку набираю и беру снизу, прихватила снизу, три петельки. В следующую лицевую петельку, только смотрите, чтобы они были ряд в ряд. Я беру и поднимаю ниточку вот так, поверх моей вот этой задней спицы. Здесь идет у нас чередование. Нитку берем снизу один раз, нитку берем сверху один раз. Идем дальше. Заходим в лицевую и поднимаем по низу еще одну петельку. Следующая петелька. Заходим в лицевую, раз мы подняли уже по низу, поднимаем по верху петельку. Итак, у нас, девочки, смотрите, образуются петельки и по изнаночной стороне, и по лицевой. Я наберу все эти петельки сама и покажу вам, что у меня получилось. Итак, мы набрали, мы дошли до конца вот нашего набора и набрали петельки. Обязательно нужно проверить, чтобы их было одинаковое количество, потому что затем, после кетлевочки, мы будем соединять их вместе. У меня получается 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 20 и 25 петелек. И считаю здесь 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 20 и 25 петелек. Когда я посчитала себе одинаковое количество петель, и так я набрала все по кругу, девочки, я могу вязать уже мою кетлевочку. Я провязываю одну сторону, лицевую сторону, 3-4 ряда, просто лицевыми, и изнаночную сторону, уже другой нитью, провязываю 3-4 ряда лицевыми петельками. И затем вернусь к вам. Девочки, я провязала по 3 рядочка на каждой спице. 3 рядочка вот с лицевой стороны, и 3 рядочка провязала на другой спице с изнаночной стороны. Вот у нас и получилась такая интересная дорожка посредине, которую мы с вами теоретически должны прикрыть, чтобы у нас красиво выглядело изделие. Когда у нас провязаны эти 3 рядочка, посмотрите сюда, мы можем все это закрыть, сделать специальный, как говорят, карманчик, и дальше продолжать вязать нашу резиночку по горловине, а либо же по боку кардигана, там, где вам нужно вязать эту резинку. Итак, как же нам теперь все это соединить, соединить в одно целое? Мы с вами будем брать, девчонки, по одной петельке. Сейчас я поправлю мою спицу и покажу вам. Вот у нас ниточка. Мы с вами должны брать по одной петельке с каждой спицы для того, чтобы у нас, в принципе, все это соединялось в одно целое. То есть я беру одну петлю, смотрите сюда, я беру одну петлю с этой спицы, с одной, завожу во вторую петельку со второй спицы и делаю через 2 петли лицевую петельку и сняла. Еще раз показываю. Захожу в одну петельку с первой спицы, во вторую изнутри с первой, со второй спицы, и продеваю одну петельку, верхняя спица, одна, задняя спица, вторая, подхватываю и продеваю одну лицевую петельку. И еще раз проделываю так же. Захожу в первую петельку вовнутрь, вовнутрь второй петельки на задней спице и через обе петельки проделаю лицевую. И этот процесс мне нужно, девочки, проделать до конца моего ряда. Либо, если я вяжу по кругу, значит до конца моего круга. Вот почему я и говорила, что петелек должно быть одинаковое количество на двух спицах. И на передней, и на задней. Когда вы все это сделаете, у вас будет полностью закрыт вот этот карманчик. Я сейчас провяжу и покажу вам. Ну вот, я соединила попарно мои петельки. И, девочки, вот такой интересный закрытый карманчик у нас получается. И с лицевой, и с изнаночной стороны, посмотрите, все четко и красиво смотрится. Дальше вы можете вязать резиночку свою 1х1, 2х2, резиночку со скрещенной петлей, определенное количество рядов и закрывать, либо стандартно закрывать, либо закрывать иглой. Я провяжу несколько рядов, для примера, резиночку 2х2. Затем, когда вы будете убирать вот эти кончики, кончики можно тоже самое продвинуть в ваш карманчик. И все будет у вас отлично. Я провяжу несколько рядочков и покажу. Я провязала несколько рядочков резиночкой 2х2. Для примера, чтобы показать вам, ну, можно, естественно, и 1х1, и со скрещенными лицами, и любую другую резиночку, какую вы хотите. Ну, и вот результат нашей работы, девочки, получился. Вот такая кетлевочка, называется кетлевочка в карман. Почему в карман? Я уже говорила. В карманчик закрывается вот этот край нашего изделия. И получается, посмотрите, и с изнаночной стороны, и с лицевой стороны, все очень-очень красиво, шикарно. Мы с вами разобрали, девочки, такую кетлевку на горизонтальной, так сказать, основе. То есть, мы разобрали с вами вот эту кетлевочку этих частей. Если у нас с вами идет погончик, дальше у нас идет вот такой небольшой скос, как мы с вами делали, еще раз погончик, и дальше идет у нас вот такая V-образная горловина. Мы с вами разобрали кетлевочку на вот этом участке, начиная с этого участка до этого. Вот весь этот участок мы разобрали. Мы набираем вот так наш карманчик. Легко, просто, четко. Еще раз повторяю, из петелек предыдущего ряда. Петельку за петелькой подхватываем. Дальше у нас остается еще вот эта часть. Вот эта часть, которая идет у нас уже по вертикали. Нам нужно набрать по вертикали точно такой же карманчик. Опять же, девочки, я не буду провязывать все. Я покажу вам только принцип набора. Многие, когда набирают петельки, значит, для, допустим, какой-то планочки кардигана, опять же, подхватывают их вот здесь. Подхватывают одно, две, потом из одной две, либо делают две, две, одну, чтобы не стягивалось. Значит, когда мы кетлюем в карманчик, мы опять же не подхватываем здесь нашу косичку, а мы подхватываем петельки, которые, девочки, у нас стоят перед нашей косичкой. Вот у меня перед косичкой, смотрите, перед косичкой идут лицевые петли. Вот они, лицевые петельки. То есть мы подхватывать будем не здесь, а мы будем подхватывать вот в каждую, каждую вот такую лицевую петельку. Опять же, мы с вами берем нашу пряжу, мы точно так же берем наши спицы и начинаем нашу работу. Итак, моя вертикальная дорожечка. Вертикальную дорожечку, я уже сказала, набираем немножко по-другому. Опять же, ищем одну петельку, которая у нас возле кромочной и продеваем через нее одну ниточку, чтобы у нас была первая петля нашего ряда. Если немножечко, я же говорю, если немножечко нам неудобно, значит, все это можно делать крючочком. Попробую продеть эту петельку вот так. Все, есть. Затем точно так же, девочки, берем вторую спицу сзади и начинаем, начинаем опять же, не вот тут, как я вам говорила, а в петельки, в петельки, которые возле нашего, возле вот этого нашего края. В каждую из этих петелек начинаем продевать ниточку. Одну петельку. Затем смотрим, вот у нас дырочка. Продеваем эту же петельку снизу. Немножко шумят спицы, но по-другому не показать. Смотрим дальше. Вот у нас, девочки, вот это отверстие петельки, серединка нашей петельки. Берем и прихватываем отсюда, сверху. Дальше, следующая петелька, серединка. Берем, прихватываем снизу. Очень, в принципе, легко делается, если четко так раздвигать и видеть каждую петельку. Вот она дырочка. Вот она дырочка. Берем и прихватываем ее сверху. Следующую ищем. Вот она, следующая. Берем, прихватываем снизу. И та же самая, девочки, процедура. Все тоже, то же самое. Вот они набираются петельки с обратной стороны и с лицевой стороны. Набрали и пошли дальше добирать те петельки, которых у нас с вами не хватает. Поэтому я вам еще раз показываю. Вариант. Мы, если мы начинаем набирать от начала нашего погона. Вот наш погон, допустим. Я пишу. Погон. Вот он, наш погон. И с этой стороны наш погон. Если я набираю от начала моего погона и иду вниз. Сначала я набираю номером, вот таким набором, номер один. Затем по краю я набираю набором номер два, то есть боковым набором. И сюда тоже самое добираю набором боковым. Дошла до моего погона. Здесь у меня уже идут нормальные петельки. И все остальное отсюда я набираю набором номер один. Все, дошла до начальной точки, до точечки начала вязания. И продолжаю дальше вязать мой карманчик. Я у себя в джемперочке делала этот карманчик. Три ряда, три ряда. Дальше делала то же самое с изнаночной стороны. И все соединяла вот так красиво для резиночки один на один со скрещенной петелькой. Теперь, девочки, еще один момент нашего вот такого долгого мастер-класса. Когда мы связали наш кармашек и переходим на наше вязание основной резиночки, нам вот здесь нужно вывязывать центральную петельку и сокращать петли. Я не знаю, как сокращают, в принципе, как сокращают другие вязалочки. У меня для такого острого мыса есть свой метод сокращения петелек. Чтобы мысик был вот такой реально острый, острый, и шла здесь центральная петля. Здесь мы сокращение делаем. Я начинаю сокращение. Я покажу вам по схеме один на один. Если здесь у меня идет лицевая петелька, лицевая петелька, здесь у меня идет изнаночная, опять же, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. Я набрала первый ряд. Мы провязали просто, собрали нашу резиночку. Это первый ряд наш. Во втором ряду, во втором ряду. Причем здесь вы можете делать скрещенные петельки. Эта петелька остается у вас просто лицевой, как и у меня. Здесь можно делать скрещенные лицевые. Так, второй ряд. Во втором ряду, смотрите сюда, во втором ряду второй ряд. Вот эту и эту петельку, эту и эту, вы делаете вместе с наклоном к основной петле. Изнаночную и лицевую с наклоном к основной петле. То есть у вас получается в следующем ряду, здесь у вас уже получается лицевая и лицевая петелька. Сделали и потом смещается здесь изнаночная и здесь изнаночная. Вот эти лицевые петельки в третьем ряду вы делаете из трех петелек, вы делаете одну петельку, переносите вперед, эти две делаете лицевой и на нее набрасываете лицевую петельку. То есть вы делаете из трех одну с центральной лицевой петелькой. С четвертого ряда, четвертый ряд, дальше вы идете и повторяете четвертый ряд, как второй ряд. Пятый ряд, как третий ряд. И у вас фактически получается в одном ряду, в одном ряду вы сокращаете одна-две петельки, две петельки по бокам, в одном центральную. В одном опять же по бокам, в одном центральную. И у вас красиво-красиво ложится вот эта лицевая петелька от основной справа и слева, ложится очень-очень красиво. Я еще раз покажу вам на моей кофточке. Вот получается такая красивая дорожка. Здесь каждая петелька лицевая, она не скрещенная, не снятая, она просто лицевая петелька. Вот здесь, в этих рядах, мы делаем по две вместе, вправо, влево и вправо. И затем в следующем ряду мы делаем три вместе. В следующем ряду, опять же, мы делаем с лицевой наклон влево-вправо. В следующем ряду делаем три вместе. Влево-вправо, три вместе. И через ряд фактически у нас идут вот эти дорожечки. Они соединяются лицевыми петельками. И получается, вот видите, такая четкая, красивая серединка вашего изделия. И затем, когда вы все довязали, провязали полой резиночкой два ряда и закрыли иглой. Такое закрытие у меня есть в теме вязальные хитрости. Можете посмотреть. Либо же закрыли с элементарным закрытием, какое вам нравится. Но закрытие иглой, чем хорошо, что оно, в принципе, не растягивает вашу горловину. И горловина сидит очень-очень красиво. Ну вот, девочки, в общем, очень долгий-долгий такой мастер-класс на сегодня подошел к концу. Но я думаю, что мы с вами потрудились все-таки плодотворно. Плодотворно потрудились. Мы поняли, что такое кетлевочка в карман. Вот так кетлевочка в карман. И таким образом у вас будет получаться шикарная-шикарная фабричная горловина. Для своего интереса можете посмотреть такую же кетлевочку, только с тамбурным швом. Ну, я, в принципе, особо не заморачиваюсь. Мне нравится и так. И так все получается очень-очень красиво. Ну, а я вам желаю, чтобы у вас получилась тоже такая красота. Всем вам ровных, легких петелек. И я перехожу к вязанию моих рукавчиков. Вы тоже можете сделать себе горловинку и перейти на ваши рукава. Рукава я особо зауживать не буду. Ну, посмотрю как, но потом расскажу вам в дальнейших видео. Всем на этом пока-пока и вязального настроения. Субтитры сделал DimaTorzok